Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой киви-кошелек. Подробная информация в описании. И тут он берет бутылку и сейчас заберет об голову. Зачем? Вот именно. Я не смотрю, он нравится крипу. Он понимает, и она у него перед глазами всегда вырублена. И вот они тут все эти, она тут сливается, и она вот, что вы умеете. И вот она приносит к самому, к которому с вами. О, ну она явно хочет. Кизару почему-то. А вот это его ищет, да? А почему они не выщут на тусовке на этой? Да, они считают пальбу, еще что-то. А почему они не выщут на этой тусовке? Блядь, я прошу вас декодинга, вы его спрашиваете вопросы. Ага, чустишь. Ага, чустишь. Попробуй мне уже сылать в одного. Вот можно она им кажется. О, это бы там я кстати не думала. Как ты ничего не знал, типа. Она ей говорит, только ты ничего не знал. И вот он спросил этого человека, где мой пскорп. На всех кусок ищет твердой. Он знает, что слабо на туалет, а все заняты, вот видите. Он говорит, явно уходите отсюда и ничего не сделаем. Вот, и он говорит, я не хочу тебя в это все углетать. Так это же ее дом. Да, ты лучше беги отсюда, не надо со мной. Со мной не будет любимый, видите. Вот, она ей говорит, не надо, не надо. Так это же ее дом. Нет, не ее дом, нет, это туса. Как, она же ему пиццу заказывала, да? Пожалуйста, давайте не будем. Пожалуйста, давайте не будем. Спана, она ее очень любит, так как бы, нравится она ему. Но он не может, что я в бюджете на эту грязь. Понимаешь, что я его ищу, и как бы ей будет плохо. Ооо, это он зря. И вот он уже прибудет. Можно релоуд? Мне нужно проанализировать момент. Ну, сделай релоуд. Ну, немножко. Ну, как надо. А, уже клип к концу подходит? Да, конечно. Ну, так, понимаете, ребята, вы понимаете, у нас есть вопросы у меня, короче. Мне нравится она, короче. Потом написал номер, короче. И? Вот, и он его сейчас не находит. А, ему кажется, что он не сформально. Что за хуйня? Ооо. О, начинается, наверное. А, вот. О, возможно, ему это кажется. Ему не кажется ничего. Что, они типа уедут? Нет, это что-то... Он что-то ей передал сейчас. Просто объясните мне, что... Он сделал ее сообщницей чего-то. Нет, наоборот, не хотел ее... Нет, но он же что-то ей дал. Он же спрашивал, что ты знаешь, любви, типа, ты наивная дурочка, я крутой пацан. А где? Что он, ну... Да при чем тут... Почему вы пытаетесь анализировать песню, это нелепо. Да. Клип с песней, возможно, и не связанно. Что с ней связано? В смысле, блядь? Это Макс Корс. В прямом смысле. Это Макс Корс. Вот она идет к нему, опять, к этой двери. И выкрывает, и заходит к нему. Все, она закрыла двери. Ну, нет, он как бы сделал ее тоже Мегли. Если он был Миш Мигль, то он сделал ее Мегли. На ютубе есть разбор от Чилика подробный. Давай. О, мы заценим сейчас, потому что я так нихуя не понял. У меня никто не задеподил вообще все это. Какой-то бред. Открывай. Скоро мы откроем это яйцо. Ну, открывай. Нет, давайте сначала обзор посмотрим. Чтобы у людей была интрига, что в конце трансляции мы откроем вот это яйцо. Настя, ищи обзор. Ищи обзор? Да, от Чирика. Мне понравилось, с интонацией. Набери. Ищи обзор. Макс Корс, Чирик. Ищи обзор. А может быть, мы пальчики оближим? Ммм, сладкие пальчики. Да. Что? Кто? Что? Миш Мигль. Миш Мигль. Короче. Макс Корс, оптимизм, панк. Чилик, некий Чилик. Чилик или Чирик, не знаю. Миш Чилик. А нам почему нашел обзор? Ребята, вот обзор от некого Чилика или Чирика. Ну, вот что за обзор? Это можно прочитать. Через четверочку там пишется. Или через... Да, что за Чилик-то? Обзор клипа Макс Корс, малый... Нет, Малиновый закат. Малиновый закат, Чилик. Так, зайди к ним на канал, посмотрите. Лена, у тебя абсолютно бесполезные трансляции. Тебе просто пишут какое-то говно и все. Ну, это же задержка сейчас. Малиновый закат, пожалуйста, посмотрите. Это не за задержки. Обзор... Вообще... Чирик. Чирик, да, обзор на Малиновый закат. Мне кажется, что люди просто тебе в трансляциях пишут просто такие типа... Чирик. Да не, ну просто какой-то бесполезный хуйня. Никакой коммуникации. Мы могли бы с вами общаться, ребята, а вы вот просто пишите какие-то... Это Чирик? Надеюсь, что... Посмотрим новый клип Макса Коржа, который называется «Малиновый закат». Детальный... О, детальный разбор. Да, вот, детальный разбор от Чирика. Сочек в слаборке, да? Даниэль, я знаю тебя. Ты мне нравишься. Это мой... Сейчас мы не поймем разбор и все. Он мой друг. Что-то ты можешь не понять, он же отыгрывает гэги и дучи. Ты не понял, в чем прикол клипа и трек, который я сейчас походу, и теперь все расскажу. Отлично, вернемся. Если тебе все-таки понравится, наверное... Могу катать? Угу. Начинается. Ну, кажется, будет то же самое, что я говорила. Я посередушку, он и правда довольно похож. Я думаю, что сейчас то же самое будет повторить, что я говорю. Будем на стадионе, конечно. Что надо делать еще в нижнем ногу городе. Ну, тут понятно. Что вы поняли из этого момента? Что мне понравилось? У вас уже начала склеиваться логическая цепочка этого клипа. Давайте по порядку. Лирический персонаж этого клипа снимает себе хату, где... Как понятие лирический персонаж? И пока он загружает туда вещи, он пересекается с этой девушкой по вещам. То же самое даром. Блядь, как я ненавижу все. Все это. Почему ты не можешь просто... Типа, если ты что-то там... Тут, в принципе, все понятно, да? Мне кажется, что этот человек нам не объяснит. То есть она пиццу приносит, да? И она до сих пор на него смотрит. Она подрабатывает, она тоже занимает этого. Простите, признаете маникюрный. Довольно неприятный персонаж. Спасибо большое. Он похож на долбоебуху школы, с которыми никто не общался. А потом стали накидывать по 5 тысяч сверху. Я не понимаю, почему люди считают, что показатель твоего какого-то... Ну, не знаю, понимания юмора, это просто корчите ебало в каких-то ситуациях. То есть развязка сейчас почти начнется. Не будем. Она предлагает им идти на тусу. Макс, ебиму. Макс, ебиму. Макс, ебиму. Так, ребята, признайтесь, кто вот Чирика предложил, и мы тебя забаним. Это очень неприятно. Будь мужчиной, забанься в лицо. Ладно, ребят, давайте тогда киллер откроем, да и будем прощаться, раз уж от вас толку никакого никто не может объяснить, в чем смысл про Чирика этого. Паренька, по сюжету герой Макса Корна скрывается на съемной квартире. По соседству с ним живет девушка, которая устраивает вечеринки с песнями музыкантов. Неплохо. Да потому что зачем он ее из ее же собственной хаты выставляет, что он пытается ей передать. Ну, смотри, это яйцо такое яичко, сейчас мы его откроем, посмотрим, что там. Нет, не рано еще, я еще не готова. Я хочу найти декодинг. Ай, его брата, походу, не готов. Ну, извините, друзья, я бы с удовольствием открыл это яйцо в любой момент, но пока мы не декодим клип Макса Коржа, я не могу его открыть, поэтому ждем какого-то декодинга годного. Я понимаю, что главный герой в клипе по сюжету какие-то неприятности. Его друзья находят ему квартиру, где он может отстыдеться. Почему не решишь, что друзья? Может он сам нашел, ладно? Нет, все ходим, можно даже не читать. Подъезд его замечательная молодая и красивая девушка, которую играет Кристина Гриневич. Кстати, по всему, он ей очень понравился, и она пробует прежде чем внимания, но он не обращает на нее никакого внимания. Возвращаясь в магазин, он чувствует, что это не ладно. Нет, это все неправда. Он обращает, но он борется. Да что это за бред? Это какое-то субъективное мнение. Нет, ну иди кодин. Отлично, успокойся. Я ухожу, все. Он решает открыться на молодежной вечеринке, чтобы вписаться в нее, и использует эту молодую девушку. Он использует ее. Но его исследователи решают тоже за них на вечеринку. Но он ее не использует, там искреннее чувство смысл. Главный герой клипа вместе с девушкой незаметно выходит из квартиры, где проходит вечеринка, и он прощается с ней. Но в итоге она за ним увязалась, и они вместе летали на машине. Да, не увязалась, он понял, что он не будет. Но герой, Макс, он тоже понимает, что девушки были с ним опасны, и он с помощью хитрости ускользает от нее. Дальше сказал. Я уверен, найдешь ты из себя этого достойного паренька, со мной не будет любви, со мной погубишь себя. Не надо это все. А в это время на вечеринке разгорается конфликт между молодежью и бандитами, которые заканчиваются стрельбой и при этом полицией. Это все шмегли и бандиты. Это все шмегли. Ну, кстати, что-то они похожи. Малина, вы за как? Вы знаете, вам надо Славу винить, потому что я вот открылась с вами, а он... Эй! 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 Ау! И с ведьми с вас открывать яйцо. Общайтесь с аудиторией, как хотите. Ищите какие-то оправдания валимого музыката. Мне вообще все равно. Настя, ну ищи еще каких-то декорингов. Я тоже гуглила, но что-то я нашла просто, ну, как бы клип с паузами. Я не поняла, в чем смысл. Друзья, вот есть вот такое замечательное яйцо. Мы бы открыли его и показали вам, что скрывается внутри. Но, к сожалению, мы пока не можем разобраться в клипе Макса Коржа. Да, этого не можем открыть. Кто-то знает, что произошло? Смотри. Игорь. И зато Игорь можно открыть. Игоря, да. Мы можем вам, Игоря, открыть, давай. Расскажи нам, что это за... Орек, стрёмочковый. Да ладно. Замечательное дело такое у тебя в руках. Смотри, просто понимаете, здесь есть все необходимое для того, чтобы вырастить. То есть, ну, если у вас есть, там, огороды... Вырастить что, Настя? Вот подписчики, к сожалению, пока не знают, о чем ты говоришь. Что это такое? Это ель. Вы понимаете, если у вас нету, допустим, огорода, нет ничего своего, там, ни участка... Нету огорода. Ты думаешь, меня смотрят такие неудачники? Вы же на следной квартире, где-нибудь в Воронеж, да? И хотите вырастить ель. То есть, просто купайте. Ну, вы не сможете купить, скорее всего, надо выиграть у меня в конкурсе, просто. Потому что в секретном месте подают. Вот, то есть, вот есть керамзит для... Прошу заметить, как бы, керамзит, как бы, выше высотки. Ну, не какая-то решетка, как мы любим вообще делать. Это настоящий керамзит для дренажа. Да. Дальше ель колюже, как бы, несколько семян, если вдруг у вас есть друзья. Конечно, не знаю, если у вас не такой родной. Ну, ладно, допустим, если у вас есть друзья, то тут их... Пять штук. Пять штук, семян. Пять. Угу. Так, пять ноль. Ну, ну, не в нем он весит. Вот. И последнее, что у нас есть, это непонятная вещь, которая не подписана. Но я предполагаю, что это земля, которой надо выращивать все это. Русская земля, друзья. Она даже почему-то шелсот, а не такая-то дешевка. Вот я мную ее сейчас, и мне вот очень приятно, как будто вот в младенческом возрасте к материнской сисечке просто припал. Очень мягко, очень приятно. Это штука, которую вы покупали с квиши? Как будто с квиши? С квиши? Да, да, это напоминает чем-то с квиши. Да. Угу. Ой, просто балдеж, ребят, серьезно, вот это балдеж. Очень приятное дело. Да, и как попрошу заметить, то есть, ну это важно, допустим, ну для кого-то важно, для кого-то нет, давай обещать. Дерево растет до 30-45 сантиметров, то есть представьте себе, это 1,4 или 1,3 ростом. Настя, а вот скажите, пожалуйста, а вот сколько по времени вот такое дерево может существовать? Вот, ну у многих существует проблема с тем, что домашнее животное заводишь, ты только успел привыкнуть, да, полюбить его, и оно уже отходит на тот свет. Вот с этой елью, с этой вот колючей елью, ель колючая, сизая, вот с этой елью по имени Игорь, может нас ждать вот такая вот неприятность или нет? Нет, понимаете, что не можно ждать, потому что это альтернатива, ну домашних животных очень крутых, залогите домашних животных, но должна быть всегда альтернатива, то есть если он в роде, да, это ель живет до 600 лет. То есть это могут быть правники, прапраправники, но, конечно, в счете она возможно уйдет. То есть замечаете, да, какое преимущество перед вашей мамой, перед вашими близкими, перед вашими домашними животными. И то есть понимаете, что самое главное, что здесь все есть необходимое, то есть если у вас нету, ну вы уже этих, ну, на бедный квартир, с ней целого рода, я же понимаю, у вас даже нету как бы места, где выращивать, то есть вот эта вот штука, она приспособлена специально. Покажи, покажи. Вот, дырочка, видите? Эта штука специально приспособлена для того, чтобы выращивать ель, то есть вам не нужно ничего своего, ну, никаких больше атрибутик, не нужно просто выгорать эту ель, если я когда-нибудь еще разужу. И вы же обрести до 600 лет, как бы, в наборе, как бы, есть все. Это все, что сказать, вообще есть ель, как бы... Вот эту ель, я хочу сказать, что вот эту ель мы выиграли в конкурсе, то есть любой из вас, если вот подпишется, подпишется на обзорщика Настю, может выиграть подобную ель, мы просто, то есть мы какие-то... Да, там медийные личности, или вот это все по знакомству, нет, мы просто сняли креативный ролик, креативный ролик, и обзорщик Настя заметила это, и вот мы выиграли вот эту ель. И вернула, я как бы, я обещала, как бы, отдать его к руке, и то есть все эти конкурсы, именно так. Ну, то есть нет никакого вранья, вот знаете, вот эти ги-в-жи, там все, все, все... Ги-б-б-д? Да, вот все-все, типа, выиграли, вот так, кавычки, то есть нет никакого вранья, то есть человек к руку к руке передает это ель. Вы же заметите, что есть разные разновидности деревьев, некоторые растут до семиста лет. Семиста лет! Пихта Дуглас растет до тысячи лет, вот мне сейчас обзорщик Настя сказала такую информацию. Так, блядь, обзорщики, вы что пытаетесь елки впарить кому-то? Да, никому мы вообще не даем елки, это мой бюджет, я никому не дам денег, блядь, что за хуйня? Я не доволен. Поварь спайс, моя сутка, поварь спайс. Так, ребята, что мы, ну что, с декотингом продвинулись, как дела, или мы открываем? Сейчас можно открыть яйцо. Открываем яйцо. Так, давай, снимай тогда. То есть да, мы снимаем яйцо. Ты что, рекурсируешь там? Итак, вот, у меня в руках замечательное яичко. То есть да, оно не открывалось, оно полностью запечатанное. То есть я просто открою его, не я. Просто открою его, не я. Я не хочу, ну, хочу отдельно заметить, что это не какой-то трюк. То есть я не знаю, что в яйце. Вообще непонятно, да. Понятия не имею. Сейчас я просто открою это. Шмегли, шмегли, шмегли. Ладно, произошло чудесную ситуацию, но я уже открыла одно яйцо, и у меня... У меня... Да, Настя вообще не теряется, да? И у меня, как бы, вот такая штука, непонятно, что с ней делать. Что это за мной? Нет, ну, пожалуйста, я закрываю его ушки, и теперь ты говоришь про него плохое, пока он не слышит. Это не уродец, это Владимир. Владимир, ну, не Путин, как бы. Владимир, ну, понимаете, как у него глазки, вы просто посмотрите в его глазки, и после этого скажите, что он уродец. Ну, в глазки я не буду, конечно. Ну, в глазки, ты можешь сказать в глазки что-нибудь плохое? Я про глазки могу сказать плохое, я... Ну, что... Не, не Владимир Путин, как бы, но посмотрите, какой он милашка. Ну, друзья, вы можете объяснить, не смысл клик, может, с окоржаемся. Нет, ты понимаешь, ты посмотри ему в глаза, и после этого у тебя останутся вопросы. Саш, Саш, ты боишься, почему-то смотреть ему в глаза? Посмотри. Ну-ка. Посмотри ему четко в глаза. А, да он симпатичный, зачем ты про него так говорила? Так да, он красавчик. Подержал, ну... Так он красавчик, реально. Я ему хотя бы... Какой там морфный. Да какой он классный, реально. Так, это игрушка, Сася, морфный. Реально. Я ему хотя бы ушки закрыла. Ушки закрывай, когда Слава там что-то плохое говорит. Я вообще не понимаю, он довольно симпатичный. Я бы не стала на вашем месте верить Славе КПСС. Давайте открывать уже, что там? Что, а что ты уронил? Так, давайте сделаем уже, откроем для яичка. Да, да, просто уже заждались, я понимаю, это открыто, уже пустой. Его никто не открывал, я вам это гарантирую. Я надеюсь, там будет друг вот этого парня симпатичного. Нет, там как бы из Маши и Медведь, как бы, если что-то. Открываем, да, коллекция Маши и Медведь. Итак, что здесь мы видим? И здесь у нас вот первая деталь. Это гавлазастая нечто. Мне кажется, они подходят друг к другу. Положи их рядом. Они подружки. Нет, подожди, тут еще есть вторая деталь. Вторая деталь. Это, видимо, нижняя часть этого существа какая-то. Вот, что здесь? Я не впечатлила обзор, мне лучше... На брюхе у него какая-то некая блямба. А почему это в наборе Маши и Медведь? Как это связано? А вы понимаете, что тут еще был пазл? Смотрите, 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 я вставил, и вот у нас открывающий. Это урна. Так, на секундочку, я попросила вас. Это маленькая урна для каперса. Если вам попался невкусный каперс, вы просто оп, и опускаете его в эту урночку для каперса. Слава, пожалуйста, смотри мне в глаза и скажи буквально. Ты посмотри ему сначала в глаза. А понимаете, что здесь можно еще собрать пазл, как бы, ну, на секундочку. Да, еще и пазл добавили. Так что, может быть, соберем пазл, если вы, конечно, готовы принять вызов и, ну... Я вообще не понимаю, ребят, чем вы занимаетесь. Вот какую-то урну взяли, пазл собрали. Так, стоп, это урна для вас. Мы можем еще наклеить, вот одну из этих четырех наклеят. Так, давайте, давайте выберем, потому что это реально, ну, как бы, серьезный вопрос. На брюхе урне. Давайте, давайте просто узнаем, что это, как бы. Я считаю, что нужно наклеить вот такую штучку. Вам кажется? Ну, да. Вы особо не... Смятая бутылка, что нас интересует, конечно. Вы особо ничего не понимаете, на самом деле, в искусстве. Так, я понимаю, вот, как бы, Александра, да, известная всем, известная личность. Бьюти-блогер. Да, ну, бьюти-блогер. Ну, как бы, много, не будем перечислять все ее достоинства, просто собирает пазлы. Все, бутылочка на брюхе. Что значит, я просто собираю пазлы? Я просто скажу, что здесь был выбор. Я вообще не понимаю, почему. Понимаете, что вот это вот нельзя оставлять, а нужно кто-то наклеить еще. Они считают, что я просто так собираю пазлы? Может, они еще за Францию борются? Не-е-е. Я просто собираю пазлы. Восхитительно. Бля, вы что, собирать пазлы будете? А ты бы не собирал, да? А ты бы не собирал. Давай, давай, порассказывай нам, что ты не интересуешься. Таким я тебе вообще плеваю. Как и говорят хорошие обзорщики, давай сумми руки. Давайте поможем человеку, потому что это хороший человек. И мне кажется... Похоже на продукт-плейсмент. Давай, реально, почему? Мне кажется, здесь не все пазлы, то есть это невозможно собрать. Тебе кажется? Нет, мне не кажется, почему? Да мы просто вот так вот раз его и сюда дырочки. Я просто совру, что у меня есть выбор просто. Не надо. Не надо брать подписчиков, Настя. Это ты начнешь потом говорить, что социальный эксперимент был. Я вам не ворола на самом деле этого ловушка. Да-да-да, это вы просто повелись. На самом деле СМИ врут всем, поэтому я как бы меньше лжец. Я знаю всех этих обзорщиков, которые постоянно пытаются. Знаете, что написано? Пазл топ у нас по 2 гривени продавались. Могу передать по почте мешок. Да, конечно, пиши мне в директе. А ты заметила, что это уточнение, что по 2 гривени? По 2 гривени. Я не из ваших там тусовки. Ты должна вернуть эти 2 гривена. Он может, ну, конечно, их переслать, но 2 гривена... Ребята, почему? Я заметила, что не хватает. Сука, Настя Ебуча. Да, я согласна, я полностью. Но пазлов реально не хватает. У кого есть мешок пазлов, конечно, пересылайте. Пишите мне в директ, потому что... В нашей пифте будет приятно. Забей, просто собираем как бы вот так вот. Просто, да, на пифте? Плеките, ну, типа, почти подходит. Забей, ты помнишь? Разбей, мы просто собираем их вот так вот. Ты просто, ну, типа, что подходит, то суй. Да, я с тобой подходит, мы просто собираем их вот так вот. А реально, как будто есть какая-то концепция строгая, типа, как надо собирать пазл. Переворачивать пазл. Ты просто, вот. А вы играли в такую игру, где есть какие-то дракончики, которым даются дополнительные... Посмотри. Дополнительные яйца, которые дают им подсказки интеллектуальные. Вот я не помню, что это была за игра в моем детстве. Но была такая игра, когда тебе дается драконье яйцо, и там рассказывается какая-то подсказка. Вот, если кто-нибудь вспомнит. Саша, слава, а если они держат тебя в заложниках, просто моргни. Увидим, человек не моргает, поэтому... Я просто моргну, сказать, что здесь... Да, да, у меня была мечта, и было не до их ебаных морганий. Блин, почему он не подходит? Это фата моргана. Фата моргана. Деньги портят любого. Смотри, просто посмотри. Посмотрите, как я собрала пазлы. Это я сделала, посмотри. А что это такое? Это... Саша, я вот лишь бы доебался, реально. Смотри, стоп. Успокойся, просто собираю пазлы без лишних вопросов. Ведь я крутой. Подержи, пожалуйста. Я... О, наконец-то власть перешла в мои руки. Я просто делала это сама, реально, без вот этих лошек. Ой, такие люди странные. Вот они пишут, например, я не хочу это слушать. Такое ощущение, как будто ты просто не можешь свайпнуть, да? Да, вот это все равно. Я не хочу... Такие странные. Смотри, понимаете? Свайп, да тебе. Ну, типа, просто делаешь свайп. Где свайп? Ты просто делаешь свайп. Ребят, пока Настя делает какие-то абсолютно сложные обзоры, я покажу вам рассвет. Нет, 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 не стоит, Сань. Да стоит. Да не надо показывать. Нормально. Ну, это что-то явно... Ничего, это... Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Э-э-э-э-э-э-э-э. Это понятно, я имею в виду, где еще один вот такой вот штука. А можно еще налепить, смотри, какие штуки. Ой. А что творит, ребят, рано... Смотри, можно налепить. Вы вот что просто дракона поставили мы нормально. Почему вы камыши не хотите вгибать сюда? Камыши должны быть вот тут. А где? А где тут зеленая штука? Вот, камыши в траве. Камыши в траве, нормально. Камни, яйца какие-то странные в камнях. Так, камыши в траве. Мне кажется, это как будто редко, может, странно. Камыши в траве, да? Есть микси на тачке. Тачку угнали. 100% поугарни. 100% беспалево. Пусть им стоит парень. Пожалуйста, помоги. Ну ладно, я ж не микси. Короче, смотри, все просто, типа, ну плевать, как вставляют, да? Ну, как... На самом деле, мне очень сильно сейчас искушение очень люто за... О, смотри. Да, ну нормально. Давай вот так... Смотри, просто садись, и не хватает места, да? Да, старался. Вот сюда. И дракончика. Дракончика тоже. Потом, знаете, просто соедините вот так вот, типа, пазла. Так мне кажется, он очень готов. Смотри, и приезжает уборщик мусора. Оп. Все лишнего убирает. Он такой, о, камыши не трогай, о, камыши не трогай. А почему у нас есть какая-то дополнительная вода? Дополнительные пупыришки и дополнительное ведерко. А ты, блядь, это трогая трактира. Думаю, что мы хотим пить. А вы знаете, почему не получалось? Потому что надо перерыть, наверное, их вот так вот. Окей, я не знаю, что ты всегда была одна. О, да, я, конечно, всегда была одна. Никто мне не помогал. Вот этот, кстати, на самом деле, ты правильно поставила. Я знаю, я все правильно ставлю. Вот этот класс тоже надо перевернуть, как бы, и... А давай тут так... Ты понимаешь, что, чтобы все нужно перевернуть? Да, все это время я собирала просто с другой стороны. На самом деле, все это время мы просто ждем, кто-нибудь продикозит нам уже Макса Коржа или что. Да, кстати. Или только люди, которые умеют кривляться отвратительно, могут это сделать. Я бы этого обзорщика задисила. Понимаете, что я... Я его на батл вызываю. Мне вообще все равно. Понимаете? Причем с рэпером Ники. Да, рэпер Ники просто... Посмотрите, я уже собрала одну полоску. А там была сверху уже полоска собрана. Да, потому что я с другой стороны собирала реально не видела. Понятно. А у вас есть еще киндер-сюрприз? Да, много очень. Может, какие-то персонажи еще? Да. В эту игру. Слав, а что ты думаешь на этот счет? Так я сейчас все соберу. Ну, а смотри, вот такое яйцо ты бы выбрал на моем месте или вот такое? Нина, у нас уже мы во вселенную Маши и Медведя погружены, так что мне кажется, Маши и Медведя надо и продолжать. То есть мы погружены? Нет, только потому что ты выбрал яйцо Маши и Медведя. Да, Слав, конечно. Конечно, Слав. Конечно, Слав, ну понятно. А Пазл, ты хочешь сказать, тоже Маши и Медведь, а вовсе не Дракончика, да? Он будет чуть меньше, да? Но он будет искренний. Какой он будет подходить? Да подожди, посмотри, я уже собрала периметр почти. Я, ты хочешь сказать, я не собрала. Ребята, вы уверены, что это нужное количество пазлов? Нет, нужно другие найти. Нет, понятно, что нет, но как бы давай будем есть, что даем. Ой, это вообще кривко, конечно. Я не собираюсь слушать ваших лидеров. О, это вообще. В этих вопросах нет. А в таких вопросах да. What a fuck. Я абсолютно плохо знаю вселенную Маши и Медведь, но я очень плохо себе представляю, что вот этот автомобиль. Да, я как беру. Этот автомобиль каким-то образом соотносится со всем. Он поедет. Он поедет и не найдет. Он поедет просто и разгромит все, что у нас есть. А у нас как бы ничего нет. Смотри. Смотрите, зато ты очень веселый парень. Он как будто очень сильно рад тому, что у него есть некий объект из вселенной Маши и Медведь, хотя он вовсе не похож на объект из Маши и Медведь. Мне кажется, что во вселенной Маши и Медведь есть как Маша и Медведь. Им некуда вы делите все остальные пазлы. Я тоже понимаю, что сейчас на этот вопрос. Посмотри, у меня что-то собирается. Посмотри. Ты пришел в этом? Я ничего. Я понимаю, что это немножко концепция не та. А где зеленый должен быть? Я не понимаю. Какой зеленый? Ты пока просто не делай поспешных выводов. А вот эти ребята уже сделали поспешные выводы. Смотрите на их лица. Они уже явно сделали какие-то выводы. Подожди, Саша, ты мне реально немножко цветы гараживаешься. Человек делает свое дело. О, секунду, секунду. Вот это я собрала. Вот это правильно, но это уже собрано. Ты не в том, что собрано. То есть вы хотите сказать, что это действительно правильный пазл? Да. Я тебе привык, я сейчас соберу правильный пазл. О, обзорщик Настя просто победила. Да просто я не собираюсь оставлять на пол дела. Если я начала, то как я закончила. Нормально. Сейчас нормально. Сейчас мы аккуратно ставим последний пазл. Тихо. А где зеленый-то пазл? Просто. И что, Машка? Просто, пожалуйста, посмотрите на меня. И если нужны курсы по обучению пазлам, да, любые, любая сложность, то есть 200, 500 тысяч, 10 пазлов, да? Ты 200, 500 тысяч, 10 пазлов. Я изначально просто не той стороной собираюсь, потому что я просто, чтобы она была озвучена. Просто посмотри. Нет, реально это же. Просто, блядь, посмотрите на это. Да, я сама собираюсь. Вот вы серьезно думаете, что утром вы сидите и зря тратите свое время. Они объебаны. Какой человек объебанный соберет и такое еще делает? Ни один объебанный человек не соберет пазл из 15 частей. А вот эту мусорку с лицом вы можете как-то себе представить? Нет, а вы снова можете сказать на то, что я собрала реальную флагу? Друзья, это был анти-хайп и сбор пазла. Подожди сейчас, секунду. Пожмем руки всем, кто участвовал в этом процессе. Кроме Миши. Миша, я собрала пазл. Настя собрала пазл. Ты думала, я просто сзабся. Ты думала, что я сдулся, что я попсел. А, ее, не подходи, ведь между нами вода не сделала. Ребята, ну вы тусуйтесь, я Мишу пойду уберу. Ну куда?